Всем привет! Меня зовут Гульнас и в эфире рубрика моделирования. И сегодня мы создадим вот такое прекрасное платье. На первый взгляд оно простое, но в силу необычного низа, оно становится намного более изящным и женственным. Это очень просто и вы сами сейчас все увидите. Если вам нравятся мои уроки, то приглашаю вас присоединиться к моему видеокурсу по конструированию, моделированию и пошиву женской одежды. В этом курсе вы создадите полный гардероб из 11 видов изделий. Это юбки, брюки, платья и рубашки различной степени сложности. Этот курс предназначен для новичков и поэтому даже если вы никогда не шили, то я гарантирую, у вас все получится. Для заказа курса напишите мне на почту happynassobachka.gmail.com Ну а мы с вами переходим к моделированию. Нам понадобятся простые базовые лекалы. Лекалы, которые подходят на вашу фигуру. Их можно построить по любому учебнику конструирования одежды. Либо по моему пособию инструкции по конструированию женской одежды. В ней вы узнаете, как снимать мерки, а затем по этим меркам составлять выкройки. По этому пособию я построила полочку, переднюю половинку изделия, спинку, заднюю половинку, а также рукав. Пособие стоит 250 рублей. Для заказа напишите мне на почту happynassobachka.gmail.com Все изделия вы можете собрать из этих базовых лекал. Нам необходимо будет изменить лишь нижнюю часть, полочки и спинки. Мы посмотрим на примере полочки. Аналогично вы сможете сделать это и со спинкой. Задняя половинка изделия. Обозначаем желаемую линию. Там, где будет начинаться широкая склешенная юбочная часть. Либо на уровне колена, либо чуть выше. Если сделать ниже, то вам будет очень сложно шагать. Определяем желаемый уровень и разрезаем лекало по этой линии. Верхнюю часть платья мы оставляем как есть. Стачиваем нагрудную, талию вытачки. Собираем полностью изделия по боковым плечевым швам. Все как обычно. Нас интересует нижняя часть. Итак, для того, чтобы создать такого рода юбочную расклешенную деталь, нам необходимо разделить нижнюю деталь выкройки на несколько полосок. Просто проведите вертикальные линии. Чем больше линий мы проведем, тем будет лучше. Затем разрезаем по этим линиям, не доходя на 1 мм до верхнего среза. Разрезали и теперь начинаем раскрывать эти детали между собой. Деталь посередине должна располагаться строго вертикально, а вот боковую деталь, боковую полоску мы расположим на 90 градусов, то есть перпендикулярно к середине полочки. Вот таким образом. Самое главное, следите за тем, чтобы угол раскрытия между всеми полосками был одинаковый. Благодаря этому линия по верхнему срезу будет плавной и равномерно округлой. И как мы краим эту нижнюю деталь, обводим верхний срез. Этот срез мы приточаем к нижнему срезу верхней детали полочки. Затем здесь у нас будет сгиб, эту часть, краим сгиб ткани. Обводим боковой срез, а затем просто соединяем все отрезки единой линии. Ну и поскольку это лишь половина полочки, то есть передней половинки изделия, вам необходимо будет скроить все в сгиб в двойном экземпляре. То есть полочка дальше пойдет в сгиб, вторая ее часть. То же самое и с нижней частью. Таким образом мы получаем силуэт юбки солнца. Аналогично вы можете просто построить юбку солнца. Но того же самого эффекта можно добиться и путем отделения нижней части базового лекала и расклешения деталей. Со спинкой, то есть задней половинкой изделия, дело обстоит абсолютно аналогично. Как собирать это изделие? Собираем сначала верхнюю часть, стачиваем рукав и отдельно собираем нижнюю часть. То есть у вас получится вместе со спинкой, с деталью спинки, полный круг юбочной расклешенной части. И просто в круговую втачиваем к низу изделия. Наше платье готово. Если у вас есть какие-то необычные и интересные модели одежды, то присылайте мне их на почту happynesssobachka.gmail.com Мы увидимся с вами совсем скоро. Подписывайтесь на канал, чтобы мы не потерялись. Желаю вам успешного дня. До встречи. Пока!